«Живем ярко» – под таким названием состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека в библиотеке Маяковского. Одной из тем вечера была «Золотая осень» и «Бабье лето». Поэтому на сцене прозвучали стихотворения об этом времени года в исполнении депутата Градской думы Нонны Лёвиной. В красном золоте стынет земля, пламя скорби свистит под ногами, рогами листвы шевеля. Праздник для людей серебряного возраста прошел при участии и поддержке депутатов Градской думы Ивана Ситникова и Нонны Лёвиной. По мнению почетных гостей, для дедушек и бабушек важно внимание и общение. Поэтому праздничный концерт – лучший подарок для пенсионеров. Этим людям с возрастом, наверное, и в силу физических особенностей не хватает внимания. Ну, я думаю, внимания не хватает всем, но этим людям в первую очередь. Поэтому для них очень важно в это время общение. Мне кажется, это самое ценное, вот сколько я общаюсь со своими пожилыми избирателями на округе, они говорят, что для нас самое главное – общение, встретиться, поговорить. На празднике в Зале искусств в библиотеке Маяковского выступили творческие коллективы города, а также педагоги Детской школы искусств. На сцене были представлены танцевальные номера, прозвучали песни, стихотворения и известные музыкальные композиции. Для гостей подготовили и образовательную программу. Иван Сидников продолжает цикл встреч-бесед «Исторические очерки» в библиотеке Маяковского. Публицист показал для аудитории несколько одноименных телефильмов о неизвестных страницах истории родного края, а потом ответил на интересующие вопросы. Следующая встреча в рамках цикла «Исторические очерки» состоится в ноябре. Эти встречи больше мне нужны, чем нашим уважаемым ветеранам и зрителям. Дело в том, что они мне дают новые идеи. Вот на одной из предыдущих встреч они попросили снять очерк о селе Автодеево. Мне самому это понравилось. Потом еще женщина передала мне книгу об истории Арзамаса. Мы сняли аж три очерка. В конце праздника, посвященного Дню пожилого человека, ветеранам раздали подарки – сладкие комплименты. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.